всем добрый вечер я прошу прощения за опоздание были технические моменты мы пытались все разложить чтобы все было красиво все было видно я рада всех приветствовать в нашем магазине мы с вами находимся в магазине мануфактура в магазине пряжи городе одесса по улице канатная 39 меня зовут аня я руковожу розницей в этом магазине веду профиль в инстаграме и общаюсь с вами стори зачастую в директе вам отвечают девочки в основном сейчас это делает лена вот очень рада видеть всех у нас в гостях сегодня мы с вами посмотрим на наши новиночки которые приехали это только первая часть летних новинок которая приехала вот мы для всего отвязали образцы и не даже практически обглядываю смотрю высохли ли они вот они все высохли я вам покажу пряжу в образцах в провязок а вот а уже завтра мы начнем ее публиковать в профиль вот днем я просила вас задавать нам вопросы ну вы нам писали как обычно миллион комплиментов вот кучу приятностей вопросов не было поэтому если у вас будет возникать вопросы в процессе эфира то задавайте в процессе что в двух словах еще хочу рассказать для тех кто у нас впервые еще расскажу что мой магазин пряжи мы магазин бобинные пряжи в основном у нас итальянская пряжа но также встречается иногда перу иногда так что у нас было еще по странам в основном италия перу но мы сотрудничаем норка китайская есть мы стараемся расширять границы и привозить абсолютно разную пряжу вот кроме стоковой бобинные пряжи и у нас сейчас на данный момент большинство но кроме стока кстати мне хорошо слышно я не закрываю микрофон кроме стоковой пряжи у нас представлена пряжа регулярная если говорить кратко регулярная пряжа это для более простого понимания это то же самое вот как моточная пряжа только она в бобинах мы заказываем напрямую с фабрик ее под нас красят ее под нас производят и мы ее как бы покупаем привозим для вас это не сток стоки это же остатки производства то есть трикотажная фабрика какая-то отвязалась у них остались какие-то вот остатки иногда это свежие остатки иногда это бывает там позапрошлогодние бывают и более старые остатки но это остатки поэтому у них более низкая цена в сравнению с регулярной пряжи вот иногда до цена конечно разительно отличается но это у каждого есть свои плюсы и минусы вот еще расскажу мы находимся в одессе мы работаем со всей украиной и за ее пределами высылаем отправляем посылки новой и укрпочтой у нас есть наложенный платеж у нас есть опт это этим занимается отдельный менеджер вот нам можно оставить на сайте запрос на оптовый прайс но условия опта у нас также прописаны на сайте можно будет ознакомиться так по части организационных также девочки просили вам сказать что укрпочта изменила немножечко условия доставки значит у них теперь есть значит этот считаются как два вида разных доставок если вы для нас пишите только индекс город индекс и оставляется ваши контактные данные то ваша посылочка будет храниться на отделении если вы же указываете точный ваш адрес улицы номер дома номером там квартиры вот то ваша посылка считается вот как посылкой с адресной доставкой поэтому ее стоимость чуть отличается там зависимости от удаленности от в общем у какие-то там детально не скажу вам но там отличаются по стоимости это что касается укрпочты вот ну также мы отправляем вы если кому-то нужен стандарт вы обязательно указывайте об этом потому что мы иначе автомата мы отправляем посылки экспрессу также небольшие замечания знаю что у вас есть небольшие замечания по нашей работе так получается что нас немножечко сейчас бывают задержки с посылочками бывают небольшие ошибки мы за это приносим заранее извинения у нас сейчас учатся новые девочки и как все новые они пока входят в курс дела бывает бывает допускаем ошибки мы приносим свои извинения мы всегда готовы все исправлять в главное пишите не обижайтесь на нас пожалуйста мы как бы стараемся чтобы как можно быстрее все пришло в норму и в обычное наше русло потому что обычно мы как бы достаточно четко работаем так я быстренько пробегусь по первым вопросами или комментариям что с непривычки аж запыхалась так так всем здравствуйте здравствуйте а я рада всем вроде как таковых вопросов нет поэтому поэтому сейчас я буду переключать камеру значит в каком виде мы проведем наш эфир вначале я конечно же покажу новинки то что приехала вот самое свежее самое сейчас вот затем мы пройдемся по залу посмотрим на то что сейчас есть возможно что-то осталось забытым возможно что-то вы не видели в ленте для вас это вы увидите его впервые 8 вот я постараюсь как можно больше всего рассказать осветить посмотрим что мы будем успевать возможно успеем за один эфир возможно возможно нам понадобится еще один я постараюсь эфир сохранить в телефон и затем выгрузить на youtube так как это было с новогодним эфиром предновогодним у нас такой был получился тогда при новогодний эфир с новиночками мне удалось его сохранить в телефон и я выгрузила его на youtube надеюсь сегодня получится сделать так же и потом я обязательно оставлю ссылочку в stories вы сможете перейти в нашу группе в вайбере я скину обязательно ссылку поэтому главное чтобы все получилось так сейчас я вижу что и не все образцы разложила по новинкам они просто сокли у нас тут раскладывали их под зал под кондиционером чтобы они успели раскидаю и я соскучилась девочки за всеми я даже не знаю почему так выходит в последнее время что ну я думаю что мы сейчас вот и девочки войдут свое обычное русло работе и у меня появится снова больше свободного времени мы будем с вами как раньше видится хотя бы раз в неделю раз в две недели в прямых эфирах потому что прямые эфиры это возможность вот увидеть здесь и сейчас пообщаться с вами услышать что-то новое для вас и нам от вас возможно у вас есть какие-то там замечания вопрос и так далее так значит начнем мы начнем мы так я вспоминаю где на что находится вот из того что новенького приехал так значит сейчас я переключу камеру и будем смотреть так сейчас 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 я прошу прощения вот так вот для тех кто у нас впервые вот такой небольшой обзор нам покажу наш магазин вот вот так красиво у нас нас тут у нас есть иллюстрацию которые рисовали специально для нас эту и вот там вот котики с клубочками так значит давайте перейдем к новинкам потом все остальное и так первая позиция из новинок это вот такой вот твит он не могу назвать его зимним он скорее демисезонный потому что у него в составе меринос шелк и полиамид то есть он такой полу как полушерсть что ли он очень такой вот он не жаркий но он очень красивый по цветам смотрите приехала буквально одна бобиночка вот такого джинсового есть вот такой шоколадный цвет очень красивый вот такой бордо вот как раз он и в провязи девочки вязали на машине образцы в три нити он однониточные крутки вот полотно получается достаточно ровным даже если его немножечко до стирки ведет вы его раскладываете ровно сушиться и он очень красивым получается цвет очень красивый бордо вот так где-то примерно я вам буду стараться показывать с артикулами чтобы вы могли делать скриншоты и писать нам затем так как вы бывает в директе быстрее чем мы в профиле вот такой очень красивый он как темный джинсовый их два оттенка они очень похожи но немножко все таки отличаются вот вот из этого цвета образец смотрите я покажу вам его кстати в резиночке достаточно прилично держит резинку смотрите он достаточно туго скручен поэтому резинка достаточно упругая получается вот такой цвет такой очень красивый глубокий фиолетовый он чуть теплее чем сейчас передается на камере тоже красивый в полотне в провязи я конечно на фото будут стараться как обычно передавать максимально точно я всегда очень долго работаю с фотографиями бывает по несколько бывает что над одним цветом работаешь больше часа для того чтобы передать его потому что вот допустим изумрудные оттенки они получаются синими зачастую так вот такой цвет вот и очень по тактильным ощущениям значит не сказал цвет достаточно мягкий у него ну такой небольшой совсем пух он я думаю что не будет жарким для тех кто не любит жаркое полотно он не будет жарким на демисезон вот сейчас на весну мне кажется прекрасен можно добавить к нему например шелк или мерину с шелком чтобы добиться более струящегося полотна либо же можно добавить можно попробовать добавить кашемир тогда полотно будет более пушистым можно допустим взять одну ниточку кашемира и две ниточки этого вида и такой получится более теплый более теплый вариант вот так всего пять цветов вот фиолетовый два оттенка синего темно-синего джинса вот такой вот серо-голубой наверное ну такой вот именно деним бордо и вот такой коричневый шоколадный ну тут кстати рядом стоит из прошлой поставки вот такой интересный лифковый серый скотланд очень многие девочки уже из него вязали тут уже стопроцентно натуральный состав это стопроцентный меринос красивое очень разноцветное вкрапление тоже картного типа придения очень мягкий очень приятно этот уже резиночку не держит так дальше дальше мы с вами двигаемся вот сюда потому что тут стоит еще одна наша новиночка вот такая фантазийная пряжа вот так это все выглядит она такая мягкая красивая в полотне честно говоря я сама не ожидала что она так круто будет в полотне смотреться у нас девочки вязали на машине образец и мы начали на спицах вязать но не успели еще довязать вот смотрите когда вяжешь на машине вот эти вот все штучки они оказываются на изнаночной стороне если вязать спицами то они есть и там и там пряжа очень мягкая она очень приятная ни на мелко ни на колкость ни на что такое и я не думаю что она будет то есть ее на демисезон тоже можно потому что я не думаю что она будет очень жаркой из-за того что полотно получается такое фактурное оно достаточно дышащее оно очень легкое очень цвет такой нежный и крю она в одном цвете ну прямо вообще воздушная воздушная мне кажется у нее расход будет просто минимальный я думаю что грамм 300 на светурок будет вполне достаточно но она не сильно пушистая но пушочек такой есть небольшой очень мягкая прям очень-очень в общем нравится она мне и кстати вот это вот это вот пряжа вот этот баблолина он у нас был вот и мы думали что он закончился но нашли потом еще бобиночки поэтому если кто-то не успевал но хотел вот он еще есть вот этот нежно-лиловый и такой же есть черный прям черный-черный черный чуть-чуть толще чем вот этот лиловый так дальше передвигаемся к новиночкам так пока здесь ну ладно я вам хочу показать я вязала из вот этой смесовки парсиваль я связала обрезец крючком я хочу такой плед связать и сегодня постирала посмотрите какой он пушистый в две нити по-моему крючком три миллиметра я вязала да три миллиметра потому что я начала на два с половиной очень туго получалось он такой пластичный мягкий и такой воздушный и с таким пушочком красивым в общем будет очень классный плед поэтому если кто-то смотрел и не знал из чего связать плед мне кажется это отличный вариант она легко будет стираться ее можно будет на режим шерсти машине стирать и цвет такой вот базовый и тут вот есть чем добавить допустим цвета какого-то и есть два три базовых оттенка коричневый вот этот серый такой серо-коричневый и вот этот шоколадный а этими можно контрасты добавлять ну это так так дальше к новиночкам значит приехала два стопроцентных немерсеризированных хлопка вот такой цвет акулий плавник он такой красивый серый в нем нет лилового тона он сейчас почему-то оттеняет он очень красивый серый такой как мокрый серый и это турецкий хлопок он очень мягкий очень и вот такой белоснежный он прямо кипенно-белый белый-белый невероятно я сейчас хочу найти его образец потому что из него мы тоже вязали образец в пять ниточек он невероятно мягкий такой гладенький и совсем не стоит колом сейчас найду его где-то где-то он по залу сушится вот он вот такой красивый в пять ниточек я еще видите даже не отпаривала образец видно насколько он мягкий он очень гладкий и очень приятный сейчас еще раз по стоимости покажу по 35 гривен он чуть дешевле чем Италия но хлопок очень достойный совершенно не косит совершенно и прям вот такой белоснежный я давно не видела такого белого хлопка это вот из того что из новенького то что есть хлопок в наличии я вам покажу которые у нас есть с прошлых поставок а это вот новенькие вот эти и кстати смотрите как они круто сочетаются между собой можно прямо такую не банальную тельняху какую-то связать вот не обычную там белосиную или белочерную а вот с таким вот серым посмотрите какое крутое сочетание получается прям здоровское так дальше мы двигаемся к моим таким любимчикам это такие шнурочки они все с похожим составом немножечко отличаются метражи вот смотрите это такой шнурочек вот я вам поближе покажу состав 75 с хлопок 25 с полиамид это такой вот шнурочек видите он как цепочечка и вот в нем вот видите такое как вспушенное волокно он пружинит хорошо он вяжется на пятом классе отлично спицами понятно крючком тоже будет вязаться здорово смотрите какое красивое полотно тут у нас для машинисток девочки оставляют дырочки для понимания плотности на какой плотности вязался образец вот вот этот 350 метров мне кажется его можно свободнее вязать мне кажется это хороший вариант для летних топов для чего угодно для летних джемперочков он легко вяжется не расслаивается так как такой вот шнурочек вот по тому как изменился образец сел не сел сейчас не готова вам ответить потому что я вот записала себе их размеры где-то на листике в общем я себе записала их размеры до стирки и вот сейчас они высохли я посмотрю ну в постах вам потом укажу как изменились образцы в размерах дальше так значит вот такая пудра 350 метров очень красивый вот этот kiss and fly он видите более тоненькая цвет такой голубой с лавандовым подтоном невероятный он всегда очень тяжело передается на фото я уже предвкушаю вот эту вот работу мозга какой жетон убрать какой добавить чтобы передать его цвет но цвет очень красивый потом вот такая бобиночка неонового мы из него вязали маечку вязали из него маечку сейчас кстати девочек попрошу ее принести мы ее с вами взвесим посмотрим сколько на ее на нее ушло она очень хорошо пружинит вот надо быть внимательным вот здесь вот с наборным краем более плотно его делать чтобы он не шел юбкой а сама пряжа она очень хорошо пружинит так вот этот очень красивый серый меланжик он тоненький прям тоненький тоненький 850 метров на 100 грамм смотрите мы из меланжика всегда стараемся обязательно отвязывать образцы чтобы вы могли увидеть как оно смотрится в полотне тактильно пряжа шелковистая мягкая приятная легкая нет ощущения вот такого знаете резинового девочки скажите что-то со звуком если да то скажите мне обязательно все нормально да все отлично тогда я продолжаю так вот очень красивый вот этот серый меланжик он такой ненавязчивый прямо вот просится на летние изделия вот такой цвет икрю он прямо вот такой красивый чистый кремовый нету вот этого ощущения грязного желтого он прямо вот знаете как вкусный такой крем прямо как как сливочное мороженое что-то такое невероятный очень люблю такие оттенки вы слово красивый очень красивый невероятный услышите миллион раз простите меня ну я не могу по-другому говорить о пряже правда дальше вот такой красивый зеленый он темно-зеленый такой приглушенный оттенок как будто в зеленый цвет добавили немножечко серого такой яркий оранжевый сочный такой красивый свежий дальше вот такой вот красный но он в нем есть присутствует оранжевый тон он сейчас на камере прямо алый но он не алый он такой достаточно приглушенный красный в котором есть огонек вот есть оранжевый тон красивая вот такая сепия темный беж кто как называют их тут на самом деле вот получается два производителя это печи филати и вот этот производитель бимива у них схожие ну они одинаковые практически вот по крутке точнее не по крутке а вот по плетению шнурка и по фактуре своей это тоже и там и там это такой вот связанный цепочкой шнурок в который набит вот этот полиамидная часть которая держит форму единственное что вот этот парк микро он более гладкий больше с блеском этот матовый а этот чуть чуть более ну больше в нем блеска вот он чуть чуть более гладкий вот также есть вот такой белоснежный он прямо вот я хочу на фоне вот этого икрю показать видите как они отличаются вот этот прям сливочный а вот этот белоснежным прям белый-белый по цене вы видите что это очень приятная стоимость вот этот тоненький 900 метровый я думаю что спицами можно в 2-3 нити вязать на машине можно для тонких изделий в одну ниточку там будет микроскопический буквально расход такой очень маленький я думаю что на майке грамм до 200-150 можно укладываться вполне сейчас я попрошу лена сможешь там если есть кто-то на цеху взять неоновую вот эту майку и взвесить ее пожалуйста сейчас мы взвесим маечку для из вот этой из вот этого цвета и как раз посмотрим что там по весу там дальше есть еще вот такой вот кис бордовый красивый смотрите как с черным красиво смотрится сразу такой вот темный ягодный бордовый я кстати обнаружила что на складе где мы принимаем пряжу здесь в магазине освещение совершенно разное здесь явное бордо а там он нам виделся таким ягодным тоном так вот такой оттенок и есть вот такой вот черный смотрите как красиво он он именно глубокий красивый черный тон так значит есть еще один оттенок из светлых вот такой вот молочный вот вот на фоне белого я вам хочу показать вот все три для того чтобы вы понимали простите я одной рукой мне немножко сложно но для того чтобы вы понимали как эти оттенки меняются между собой смотрите что я говорю вот смотрите вот этот молочный белоснежный и вот этот вот этот вот это такой вот сливочный оттенок знаете как это как в простоклашино ношу аню и там и тут показываю 122 грамма сейчас вам покажу маечку смотрите так вот вы увидели да вот этот самый белый вот этот чуть чуть более кремовый и вот этот самый такой вот сливочный оттенок вы простите что я может быть отвлекаюсь еще куда то потому что у нас тут я со всеми пытаюсь участвовать в разговоре так и еще есть вот такой шнурочек нежный розовый он даже персиково-розовый да сейчас попрошу Женя Лена сейчас в общем кто-то отзовется я попрошу сделают потише да спасибо большое этот вот такой еще шнурочек это уже Лина Пью так сейчас прошу прощения вот так это выглядит вот такой шнурочек и вот так он смотрится выбросы спасибо такой образец очень приятно я же говорю пряжа нету ощущения вот что вы в резине несмотря на то что она очень эластична на вот так пружине так теперь про маечку у нас девочки вязали вот такую неоновую красивую маечку на пятом классе и вес ее вы слышали да Лена сказала 120 Лена сколько 122 122 грамма всего лишь 122 грамма вот издалека цвет больше похож конечно ну правда сблизко он его вот 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 так так что для летних маечек прям вот супер и сейчас я покажу свой вот вообще вот такой фаворит фаворит так значит я сейчас попробую включить фонарик у себя в телефоне чтобы было лучше нет он не хочет так работать как я хочу в общем надеюсь будет видно вот эта пряжа это люса сейчас вам поближе покажу состав это хлопок и мадал мадал это разновидность вискозные вискозного волокна и эта пряжа она велюровая плюшевая вискоза вот этот мадал это основа если получится счистить вот этот пушочек вы увидите что основа она такая с блеском она достаточно крепкая вот и на нее как бы нанесен вот этот вот не знаю виден ли вам блеск на нее нанесен вот этот велюртик цвета очень красивые вот такой орехово-коричневый темно-синий посмотрите какие глубокие за счет того что это велюр цвета получаются матовые и очень глубокие такая вот карамелька вот она в полотне я вам сейчас для сравнения покажу вот это полотно не стиранное сейчас мы посмотрим на стиранное полотно связан он в три нити вот такой оттенок вот такой морской синий он в нем он совсем сейчас конечно не передается на камере он вживую прям безумно красивый я постараюсь на фото передать такой очень светлый бежевый он без зеленцы красивый чистый светлый беж вот такой глубокий черный сейчас кстати на черном очень хорошо видна фактура очень красивый серо-лиловый я покажу сначала цвета потом подробнее расскажу терракот он не красный он именно красивый терракотовый оттенок красно-оранжевый приглушенный в бархате это смотрится безумно круто вот это тоже мне очень понравился мокрый асфальт он такой темный вот ну как мокрый серый оттенок и вот этот оттенок джинсовый вот значит полотно вот это уже постиранное полотно в три ниточки вот а вот это полотно еще не стиранное что должна сказать по пряже в зависимости от цвета они немножечко отличаются тактильно нет тактильно это одинаково все очень мягкое нежное такое велюровое полотно девочки говорят что немножечко как бы отличается в толщине и провязывается по-разному допустим вот этот вот карамельный тон он более тонкий вот он в три нити такое достаточно ну легкое полотно тоненькое получается вот этот серо-лиловый и вот этот синий джинсовый они ой что-то так искажается они более плотные то есть они в три нити на той же плотности что и вот эта ну на машине вязались ну сложнее то есть надо этот вязать плотнее а этот рыхлее для ручного вязания конечно это не имеет никакого значения вот это никак не влияет для ручного вязания я бы советовала в зависимости от того какой толщины вы хотите изделия наверное от трех сложений и выше в несколько сложений это пряжа точно не будет мотаться то есть мы можем там от 100 грамм отматывать вот на несколько конусов там допустим три по сто пятьдесят или три по сто грамм сделать потому что в несколько сложений она явно не будет мотаться вот пряжа мягчайшая нежнейшая вот сейчас на весну да даже и на лето летом допустим у нас дни очень жаркие ну вечера достаточно прохладные полностью натуральный состав как вы понимаете он он радует так вот значит что по пряже понятно что резинки она конечно же держать не будет и еще что важно обратить внимание что пряжа не имеет эластичности ей как бы нечем удерживать эту эластичность там тоненько вы видели ниточка основы модала и вот этот спушенный велюровый как бы хлопок то есть если вы будете вязать из нее платьица кардиганы свитеры это все должно быть достаточно свободное потому что иначе на локтях на выступающих всех попа грудь у кого что если это будет облегать она будет очень быстро вытягиваться и будет ну такими как пузырями становиться вот ну так конечно пряжа безумно приятная жалко что не могу вам передать через камеру насколько насколько она дракутовой жалко не передается потому что он невероятно красивый он для брюнеток для смуглой кожи прям то что нужно это цвет так вот издалека я вам сейчас покажу цвета так мне кажется я что-то пропустила или не пропустила в общем если я буду вспоминать буду показывать вам ну по части новинок а сейчас я бы хотела так если есть какие-то вопросы то ответить на вопросы если нет то мы с вами пройдемся по залу я наверное начну с летом с летних составов и затем перейдем к таким более зимним просили девочки обзор на летние составы так значит хочу сказать что у нас есть вот такой очень тонкий лен он от двух тысяч метров там и выше он продается целыми бобинками по двадцать гривен по моему за сто грамм если кто-то кому-то для ткачества возможно надо в общем цели могут быть очень разные если вам нужно цвета примерно вот такая вот гамма можете писать нам так а теперь что касается наш наверное бестселлер прошлого лета это вот такой вот ленточный шелк он матовый вот это матовый такой вот шелк стопроцентный трехсотметровый и есть вот такой еще оттенок мятный он видится более блестящий и более гладкий из этого шелка девочки связали невероятное количество топов маек футболок все что угодно носили все лету носили в жару они они просто показали себя потрясающе потому что они не парят их очень комфортно носить вот в образцах значит вот этот образец я вязала на спицах 4 миллиметра это вот этот вот мятный оттенок такой салатовый мятный вот значит по цветам значит какого-то вот этого джинсового совсем чуть-чуть осталось потом вот этого Тиффани там сзади кстати видите бомбей такой бирюзовый Тиффани его осталась вот эта бубинка и еще одна а персика и лаванды по-моему еще есть ну чуть-чуть побольше так дальше дальше значит остаточки шелка Хосигава это опять же стопроцентный шелк японский вот я когда вначале говорила с какими странами из каких стран вот ведь я Японию забыла это ну японецы и вот Хосигава в частности они наверное знаменитые на весь мир кто давно в сфере вязания в сфере там пряжи они знают что это одни из лучших производителей шелка он у них восхитительного качества вот и у нас остался у нас была широкая палитра но тогда мы успели забрать такие остаточки буквально вот в одном цвете в одной бобинке вот и остались по цветам вот такой электрик бирюза вот такой нежно-розовый такой вот знаете как жвачковый розовый вот там вот сзади есть такая вот сирень красивая и вот такой вот розово-лиловый оттенок эти все шелка есть у нас в профиле вот они без размота потому что тут бобиночки там примерно 200-200 с чем-то грамм остались значит этот шелк вот так выглядит в полотне это связанный образец спицами 5 миллиметров говорить о том что он нежнейший шелковистый струящийся наверное даже не стоит по расходу мы думали на самом деле что у него будет очень высокий расход но мы когда связали в прошлом году такой лимонный свитер он тоже у нас есть в профиле оказалось что пряжа уходит совершенно немного поэтому я думаю что на футболочку 200-250 грамм прям вот с головой будет достаточно причем она не будет облегающей она будет достаточно свободной и приятной дальше вот этот хлопок фитучия это такая вот как плоская ленточка вот но она за счет того что тоненькая у него 700 метров на 100 грамм за счет того что ленточка тоненькая в полотне вот в глади он смотрится потрясающе вот это полотно связано в две нити на спицах 5 миллиметров видите как полотно хорошо держит форму цвет такая вот кремовая пудра очень красивый нежный такой есть темно-бирюзовый есть такой вот красный с огоньком он красивый яркий красный бордовый винный такой цвет не агара он как пыльный голубой у нас девочки тогда вязали крючком образец филейкой в крючке в одну ниточку он ложится великолепно на машине кстати на пятом классе в одну нить он прекрасно прекрасно вяжется нашли вот такую бобинку и есть вот такой буквально нежно-нежно голубой вот светлый вот знаете как чистое небо очень красивый цвет у нас кстати девочки вязали летние пледы в две нити из вот этой фитучей они такие обалденные получились именно детские в колясочку когда надо просто прикрыть малыша но не надо чтобы он его согревал это прекрасный вариант хлопок мерсеризированный и он не просто мерсеризированный это длинноволокнистый хлопок который считается одним из самых лучших сортов хлопка поэтому поэтому это классный хлопок это хлопок мака так и значит по хлопку значит есть вот такая вот пряжа это флоу 530 метров на 100 грамм хлопок длинноволокнистый гиза и немножечко полиамида пряжа прекрасная тоже осталось две бобиночки молочного две или три их не помню может сегодня одной даже купили есть немножко еще черного и такой темно-темно-синий сам хочу показать образец вот я вязала на спицах 375 в прошлом году образец в одну ниточку для легких футболочек возможно даже из свитерочков каких-то отлично можно конечно вязать вдвините но мне кажется что для летнего изделия это слишком в одну прекрасно стирала образец и в холодной и в теплой воде черный у нас не полинял я даже тогда насколько я помню я сториз показывала как я стираю в общем он вообще не окрасил белый цвет даже он не кипенобелый он такой беломолочный но без желтизны чистый достаточно оттенок вот по хлопку с кашемиром у нас прошлого года осталась вот такая бобиночка такого фиолета вот такой приглушенный синий черный он черный с таким каким-то зеленоватым оттенком интересный оттенок вот у нас девочки вязали на машине образец смотрите он достаточно такой даже неплохо в резинке смотрится я не могу сказать что это конечно там супер эластичность но тем не менее с учетом того что это хлопок как бы вот образец вот этот по-моему в пять сложений я сейчас попробую расслоить если честно не очень удобно да вот в пять сложений вот это полотно связано вот на вот такой плотности это на плотности шесть на пятом классе полотно мягкое приятное помню девочки очень много всего связали у нас была широчайшая палитра этого хлопка с кашемиром ну вот остались вот три цвета так девочки сейчас вопросы не читаю я пройдусь потом буду читать так здесь у нас палитра вискозы небольшая это не вся на самом деле вискозы больше но мы до нее доберемся отдельно обязательно все покажем вот это стопроцентный вискозный шелк вот он у нас отматывается от 300 грамм меньше мы даже не беремся потому что пряжа очень сложна в размоте она конечно приятная красивая просто вот смотрите какое полотно это я в прошлом году вязала крючком в три нити она потрясающая но есть свои нюансы в работе с ней вот вот дальше вот это тоже потрясающий хлопок ван мерс это тончайший мерсерий зеленый хлопок он трехтысячник 3000 метров хотя тут значит у производителя здесь какая-то другая метрическая система если смотреть на то что здесь пишется кажется что полторы тысячи метров но он не полторы он в два раза тоньше по цветам значит по цветам мне кажется что здесь не все ну ладно вот такой вот видите есть синева он на самом деле яркий-яркий такой изумрудный вот такой более теплый оттенок изумрудный очень красивый такой вот цвет чайной розы смотрите с каким он блеском он как шелк в полотне вот такой красивый теплый оттенок зеленого как салат такая вот сирень фуксии вот совсем немножечко осталось одна бобиночка электрик вот сзади вот тот оттенок зеленого который я хотела вам показать но он к сожалению не передается постараюсь на фото вам его передать посмотрите так дальше вот такой очень красивый бордо очень красивый такой яркий розовый он как насыщенный малиновый вот такой вот баблгам значит этот хлопок а и вот это нам отдали с производства нашего вот такой смотрите какой красивый бежевый крем с такой с персиковой ноткой хлопок этот красивый у нас брали на производство брали на высокие классы машина 14 и выше вот ну и на пятом классе девочки вязали в 4-5 сложений насколько я помню он очень хорошо держит форму он струящийся шелковистый вот видите да полотно такое так еще из мерсеризированного хлопка есть вот такой хлопок кейбл он есть черный там глубокий черный оттенок такой яркий электрик и немножечко совсем вот белого буквально бобиночка он очень плотный хорошей скрутки вот за счет этого полотно потрясающе держит форму оно его очень легко вязать если вы вяжете спицами или крючком потому что хлопок не расслаивается он великолепно смотрится в глади он не пеленгуется потому что он ну выполирован настолько смотрите тут видите нету никаких там пушочков ничего такого видите он такой очень приятный так дальше 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 вот такой вот значит ленточка еще хлопок это тоже мерсеризированный хлопок но он матовый вот такой арабис он был еще в оттенке такой пыльной розы и лаймовый остался темно-зеленый вот тоже великолепно он на пятом классе вообще вяжется отлично спицами крючком понятно вот смотрите в крючке с Надей вязала такой образец очень красивый он матовый вот такой а вот теперь вот такой вот вот такой вот шнурочек я надеюсь вам не сильно мешает но я ничего не могу с этим сделать так вот такой шнурочек луп очень много девочки тоже вязали в прошлом году из него такой вот цвет он называется у производителя табак но как по мне он такой вот знаете как молочный шоколад как какао вот он хорошо держит форму он представляет собой знаете как шнурок в шнурке видите там внутри просвечивается шнурок он каркасный а на него и он оплетен сверху еще один шнурком хлопком с шелком а внутри каркасный полиамидный шнурок вот борду и вот такой темный бежевый сепия дальше немерсер вот это вот все это немерсеризированный хлопок вот где моя рука ведет вот здесь вот здесь и вот здесь я вам так издалека это все либо пиума либо гласи есть еще там парочку видов хлопка но не все одинаковые практически по свойствам они мягкие они пластичные они не дубовые ни один из этих хлопков не дубеет вот этот красный мы в прошлом году тоже стирали в горячей и холодной он не окрашивал воду потрясающий вообще хлопок и в носке он очень хорош и скручен он хорошо видите какая крутка хорошая пиума это трехниточный хлопок то есть он скручен из трех ниточек вот а галасия насколько галасия насколько я помню она у нас а у нас тоже трехниточная кстати говоря вот я вам издалека еще раз покажу цвета потому что если я буду показывать отдельно каждый цвет это займет колоссальное количество времени вот этот песочный у нас нашлись две вебиночки точнее нам отдали с производства так дальше вот здесь видите внизу издалека просто лучше цвета передается это лен и вискоза с небольшим содержанием полимиды это тонкая такая ниточка у нас в прошлом году девочки делали тканые шерфы я не помню автора но вот там тканые шерфы она делала из этой пряжи они так круто смотрелись и еще девочки вязали футболочки маечки спицами крючком достаточно кропотливо но полотно получается такое струящееся блестяще очень красивое и приятное тактильное и в носке потом очень приятно но конечно кропотливо в работе я вам сейчас еще раз так покажу поближе состав метраж и цвета вот этот такой вот он знаете как фисташка горчица вот такой изумруд но это последняя бобинка вот такой яркий апельсиновый и вот такой вот как молодая зелень оттенок дальше здесь у нас лен вот этот толстенький лен ну относительно толстенький 660 метров на 100 грамм он хорошо скрученный лен есть такой простите есть вот такой вот сицилийский апельсин он такой красно-оранжевый бледная охра вот такой вот стальной серый синий очень темно-синий лососевый не помню либо это последнее либо есть еще чуть-чуть всем привет девочки кто присоединяется вот такого шоколадного есть немного не могу сейчас увидеть две образцы из этого льна но он не косит он потрясающе ложится в полотно и только самое главное правило работы со льном постирали и обязательно обязательно отпарили абразец потому что иначе он будет стоять у вас колом и будут деревянные дубовые вот после отпаривания вы получите вот это гладкое и вот такое струящееся полотно это не отсюда смотрите вот у нас есть льняные образцы смотрите какое подвижное струящееся и гладкое полотно но если не отпарить образец вы не получите такого полотна так значит вот такой вот темно-синий один вот такой темно-синий другой вот этот иофиловский лен он вообще невероятно мягкий и приятный я когда-то собиралась крючком вязать рюкзак из него мне еще не покидают эта идея если вы знаете у Юлии у нее профиль Джулико вот она вязала из льна такой плотно-плотный рюкзак крючком и Ира из Одессы она вязала тоже из нашего льна крючком сумку с кожаными ручками это смотрится очень круто то есть это другое прочтение льна но оно вообще потрясающе так так вот такой более приглушенный синий темно-синий вот такой вот темная сталь яркий морковный красный остаточек сенситив бежевого дальше здесь у нас вот такой шоколадный вот такой твидовый нам отдали тоже с производства вот такой вот он светло-серый с твидовыми вкраплениями 100% это же лен 1300 метров это баруфовский лен тоже хорошо ложится вот такой эссенситив серо-голубой он сейчас более голубой на камере он в живую вообще невероятно такой благородный приглушенный пыльный голубой вот такой есть еще темно-вишневый черный шоколад он на самом деле вот он смотрите как черный но он черно-коричневый кстати так хорошо передается сейчас вот эта симфония по крайней мере на моей камере ну на моем экране красивый цвет вот знаете как у спелого граната шкурка вот этот лен вот он кстати в полотне он конечно искажается в цвете к сожалению но лен потрясающий тут мы я не помню даже с какой целью мы вязали такие рыхленькие образцы но лен очень хорошего качества он гладкий тоже не косит вообще у нас кроме вот этого лена вот этот лен только косит но он очень хороший в крючке получается я вязала из него из вот этого лена я взяла авоську соединялась с еще одним люрексом кто с нами давно наверняка видела кто мне давность покажу вот из вот этого лоропиановского лена вот такая вот авоська получилась у меня не помню по-моему в районе 120 грамм он весил вот в крючке потрясающим вот я думаю что из спицах можно ему найти применение только надо продумать что же это будет причем самое интересное он его вяжешь он ложится ровненько он как только намокают вот тогда сразу его начинают уводить в сторону но вообще лен очень красивый там такая карамель с меланжиком вот сказала да лоропиано так дальше вот здесь у нас стоит фрай фрай это тоже лен с вискозой очень мягкое полотно из нее получается и струящийся вот такой есть цвет серый с полынью серый с зеленцой я надеюсь вам видно насколько полотно мягкое драпируется вот оно как бы я не сложила руку вот оно повторяет контуру руки это значит что полотно очень мягкое но с таким небольшим блеском вот значит по цветам вот вот сейчас почему здесь вот этот вот 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 такой фиолетовый вот этот он видите коричневый с фиолетовым тоже одна бобиночка вот такой вот серо-голубой голубо-серый скорее даже если правильно вот такой бежевый оттеночек и вот такой темно-синий это вот то что есть по палитре этого фрая дальше вот здесь у нас стоят бобиночки покажу вот это лен с хлопком есть вот такой оттенок кнуга он называется такой вот как холодный серый бежевый что-то такое полотно очень мягкое девочки у нас такую красивую сетку на машине вязали и вот еще мы соединяли его вот этот вот где он вот этот папира вот вот этот оттенок мы соединяли с вот этим люрексом ой как удобно когда все рядом вот и получилось вот такое красивое полотно смотрите как оно красиво мерцает играет со светом пряжа очень мягкая очень приятная нужно делать поправку конечно что это лен она не может по мягкости допустим быть не знаю как кашемир но она очень мягкая для своего сегмента и вот по цветам вот такой оттенок он называется нуга он как холодный бежевый такой как будто в беж подмешали немножко серого вот такой красный клубничный и одна бобиночка молочного вот этот внизу это тоже вот этот папира так дальше для сорок таких как я так дальше вот этот вот у нас есть вот это загнобаруфа называется дженепра сам покажу тут подонышку это лен и меринос только где-то делюсь образцы из него в общем лен дает полотну такого струящегося эффекта а меринос это все облегчает и делает таким более мягким более приятным я не могу назвать эту пряжу зимней она даже она отлично подходит на лето и на весну и даже на уже такую теплую весну по цвету есть вот такой серый меланжик есть вот такой коричнево-серый смотрите какой сложный оттенок там намешано несколько цветов три даже больше наверное вот это не все что есть он есть еще просто он на складе вот называется артикул дженепра вот там вот такой есть дальше значит что касаемо лета вот такие всякие блестяшечки люрексы которые можно добавлять к хлопку к вискозе добрый вечер девочки к хлопку к вискозе к чему угодно вот я вам так поближе буду показывать они в принципе все есть в ленте вот и здесь еще диана люкс смотрите как они красиво мерцают это же магия я не один раз не прохожу здесь спокойно мимо я каждый раз прихожу трогаю их вот потом вот эту пряжу я вам показывала буквально вчера у нас Светлана связала потрясающую футболку вот это такой вот шнурочек цепочка вискозная вот темироглю здесь вискозный металлик и полиамид вот оно как сама пряжа представляет собой такую вот цепочечку вот сплетенную из вот этих вот всех составляющих она в полотне очень красивая хорошо держит резинку смотрите вот тут я не помню да в одну ниточку связан образец посмотрите как оно мерцает красиво оно такое тяжеленькое тяжеленькое полотно смотрите какая из него классная резиночка очень эластичная вот она значит по цветам есть вот такой серый стальной дальше вот такой синий с черным смотрите как мерцает красиво дальше вот такой черный с серебром красный смотрите их вот шатают для того чтобы видно было мерцание иначе камера съедает этот весь блеск я не знаю насколько оно у вас передается с блеском вот и вот такой черный с черной ну черная вискоза и черный люрекс тоже здорово смотрится дальше вот здесь у нас есть такие фантазийные пряжи которые я вам кое-что не показала сейчас дойду значит фантазийные такие пряжи которые по составу они конечно не вау но они для какой-то отделки для вставок они потрясающе подойдут смотрите вот такие травки всякие с мерцанием такой есть синий вот такой есть белый и есть черный и вот такой очень красивый видите он серый с лиловым с голубым сизый такой оттенок красивый вот тоже это пряжа потом есть вот такой вот люса сансет он с его станом видите как он пружинит очень мягкая если вот эта такая более шероховатая вот она как даже не знаю с чем сравнить эту пряжу то вот это она очень мягкая гладкая как вискоска такая вот видите такая она пружинящая так дальше я вам не показала вот эту прелесть вот этот велюрчик люса который вот у нас же есть вот такой он секционный с короткими очень секциями смотрите какая прелесть и вот нам девочки связали образцы вот тут внизу в две ниточки и вот тут вверху в три нити я переживала что в полотне это будет смотреться слишком тостро но мне даже нравится насколько я фанат однотонной пряжи то мне очень нравится оно такое мягкое мягкое вот как плюшка просто в него хочется полностью укутаться даже покажу вам изноночку вот прямо класс вот тут еще есть люрексы очень тонкие которые вам безумно понравились потому что они чем хороши тем что они тонкие они добавляют полотну буквально вот такого легкого легкого едва заметного мерцающего эффекта смотрите есть вот такой белокремовый есть вот такой оттенок пыльной розы вот такой оттенок из персиковой пудры вот такие еще из люрексы вот этот красавчик дальше у нас есть такое крупное очень букле шерстяное вот оно это не меринос это стопроцентная шерсть здесь видите темная основа и красное такое крупное букле я вам потом когда буду его в профиле показывать покажу что у нас Надя связала крючком из него жилетку такую прикольную и там расход несмотря на то что этот крючок расход был вообще небольшой что-то в районе 450 грамм при том что жилетка ну такая вот где-то до середины бедра так вот такой вот есть красный и вот такой синий идет ну такой хочу разметать ниточку показать вам насколько они крупные эти букляхи смотрите какая прелесть прямо очень классно она смотрится дальше здесь у нас есть парочку скидочных позиций это тоже крупное букле вот это из которого мы вязали пальто я вам тоже как-то в сторис показывала на него снижена цена букле с очень хорошим составом здесь махер на полиамидной основе букле тоже достаточно крупное особенно вот это синяя оно более крупное чем вот это это не кид махер это именно махер настоящий да он на голое тело колковатый но он очень теплый и красивый очень смотрится в полотне я не помню где где там этот сейчас где-то пальто я бы вам я в сторис вам потом обязательно покажу вот так смотрится цвет глициня смотрите какая прелесть можно из него чуть-чуть трудновато вязать в том плане что цепляется спица за вот это вот эти букляхи но наверное лучше брать более тупые спицы для такого для такой пряжи дальше у которой с фантазийной девочки стараюсь все с этикетками показывать чтобы вы увидели метражи и подписи я просто если я где-то что-то упустила показать пишите с названием потому что я очень много говорю быстро и не могу забыть о чем что и что я показывала буквально перед этим дальше вот такое букле оно больше для интерьерных таких изделий из него очень классно получатся девочки наволочки на подушке вязали возможно даже пледы какие-то по цветам вот такой теплый коричневый он как медвежонок такой вот графит оттенок горчицы и вот такой вот зеленый вот так я вязала образец здесь значит у нас вот так он ложится в гладь а вот так вот в платочку в глади конечно лучше мне не очень нравится как это в платочке смотрится он какой-то дырявый а вот в глади он такой достаточно прикольный на него тоже снижена цена сильно вот поэтому вот так а вот еще две блестяшечки видите как хорошо походить по полочкам вот такой вот люрекс страз это игея очень красивое такое белое серебро вот это все что осталось и вот такой тот же шайни люрекс тут хаки такая хаки основа и на нем такое коричневое золото тоже красиво вот в шоколадную пряжу добавлять самое то невероятно красивый такой мерцающий эффект добавляют так и вот это тут тоже среди блестяшек и фэнтезеек вот это софт голд у нас девчонки такие свитерочки вязали красивые такой оттенок лайм он более холодный чем сейчас на камере и красный значит это что пол пряжи там в основе такой вот как золотой шнурочек люрексовый и на него вот это вот пушистая пряжа она придена нанесена даже не знаю и вот местами это вот полностью вот оплетенный вот этот люрекс вот этой пушистой пряжи а местами просто люрекс и она получатся видите такие вот местами вот как прожилочки просто золотого люрекса смотрится это очень красиво в полотне вот у меня в двух цветах все раз красный и вот этот лайм тоже есть в профиле привет 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 всем привет девочки так с этим с этими полочками мы закончили тут вроде бы я все вам показала вот нахиночки такие радующие меня теперь дальше я вам хочу тут я сразу рядом с полочкой где тут тоже скидочные позиции тоже эти позиции есть на сайте в разделе сейл абсолютно вот эти все позиции за скидкой они есть в разделе сейл обзорно буквально покажу вот такой толстячок альпаковый на него сейчас скидка 16% это очень толстая такая ровница вот девочки все что есть не прячу все показываю правда я сохраню эфир вы сможете посмотреть потом в записи прокручивая как вам удобно вот сейчас попытаюсь показать все в отведенное время чтобы потом вы могли увидеть вот вот такая мягкая очень крупная ровница толстенькая по цветам вот есть вот такой фиолетовый теплый травяной горчичка и вот такой ягодный из него получаются очень классные шапки кто-то из девочек даже вязал жилетки и пальто на пальто по-моему ушел килограмм на жилетку не помню в районе 700 по-моему 600-700 на шапки уходят по-разному в зависимости вот как плотно их вязать чем плотнее понятно тем расход больше если плотненько связать шапку то расход 160-170 грамм если посвободнее то можно уложиться в 120 грамм шапки получаются такие классные теплые объемные красивые вот дальше вот эта позиция с ангурой мне кажется она подойдет на весну на весну потому что она не жаркая она очень легкая такая вот струящаяся кто вяжет на машине можно себе такие легкие струящиеся джемперочки связать или даже кардиганы накидки которые знаете накинул так на плечики чтобы не было прохладно и норм есть такой чернильный остался оттенок и вот этот вот такой сирень наверное вот потом вот это вот пряжа мне очень нравится вот мне кажется на весну какие-то такие дырявчатые свитерочки будут из нее классные они не будут слишком холодные но не будут жаркими вот ее состав тоже она в разделе сэлл у нас сейчас филатирован показываю вам поближе вот у нас вязали девочки на машине с добавлением ниточки люрекса из вот этого нежного розового на видного мерцания нет как называется это в машинном вязании я не честно говоря не сильно не скажу вот а вот это я вязала спицами вот этот образец вязала спицами то ли пять то ли пять с половиной вяжется очень понятно такими спицами быстро полотно достаточно струящееся оно такое пластичное хорошо драпируется я думаю что можно даже шарфы платки какие-то вязать палантины какие-то ну ажурные красивые тоже будет здорово какая особенность у этой пряжи значит она прошу прощения она вот вы ее провязываете она ровненькая замочили ее водички ее вот так вот увело очень сильно уводят ее в сторону чем неважно в каком направлении вы вяжете можно так всяк крутить пряжу в общем-то причем здесь сочетание лицевых и изнаночных петель все равно ее увело когда ее намочила но я ее выровняла когда она была сухой прошу прощения когда она была мокрая я ее выровняла ну то есть придала форму полотно и оно так и высохло после этого я стирала еще раз полотно для того чтобы посмотреть при повторной стирке его опять уведет и то есть его надо будет каждый каждый раз блокировать или нет но оказалось что пряжа остается стабильной то есть ее увело в первый раз дальше полотно больше его не косит вот оно все как высохло в первый раз приняло форму таким оно и осталось поэтому это такой ну скажем так нюанс небольшой но цвета очень красивые пряжа тактильная очень приятная и состав у нее интересный и хороший пряжа дальше здесь у нас вот такой вот absession белый ниточка с пайеткой она с таким небольшим пухом и такими маленькими-маленькими серебристыми пайетками мерцает она спицевом полотне хорошо смотрится и очень круто смотрится в крючковых полотнах смотрите какая прелесть издалека не знаю мне очень нравится эта пряжа тоже она сейчас в разделе сейл дальше здесь у нас шнурочек самарьяк сейчас у девочек многих девочек выходит описание джемперов свитеров вот под такую пряжу я постараюсь подготовить на воскресенье не хочу обещать но вот хочу подготовить список описаний вот под которые подходит такая пряжа из вот этого серо-бежевого вяжу сейчас он такой с полынью я вяжу свитер по описанию Ланы Бакаевой вяжу его не так быстро как мне хотелось бы конечно вот у меня отвязано тело и почти-почти закончен один рукав останется у меня еще один рукав и все сфотографировать вот по расходу я так думаю что одета грамм в 400 уложусь возможно 450 полотно мягкое красивое не держит резинку вот этот шнурочек еще потом набухнет расправится и будет очень классно вот по цветам вот этот полыневый с которым裡 он смотрится ну вот круто мне безумно нравится как шнурок смотрится в полотни вот такой лавандовый так он смотрится в изнаночной глади вот так в лицевой лавандовый он связан davonно более свободно шнурки они такие достаточно маневренные то есть можно связать очень рыхленькое полотно такое более пластичным можно связать поплотнее которая лучше будет форму держать дальше есть вот такой шнурочек cotton kit очень красивый тоже белый шнурочек но здесь шнурок полностью катоновый что накладывает скажем так свои особенности на работу с ним почему потому что при стирке очень садится полотно где-то процентов 20 по-моему она дает усадку такое полотно поэтому то нужно учитывать при подборе спиц и вязать изначально достаточно свободное рыхлое полотно которое потом вот она подсядет и примет нормальную форму летние уже все показала девочки посмотрите в записи пожалуйста вот такой красивый у нас уже кто из девочек вязал такой потрясающий свитер с белыми брюками смотрится вот просто волшебно вот и вот такой шнурочек он не по скидке просто так как это тоже шнурочек мы его здесь оставили это тоже катоновый шнурочек только в этот раз он с бэби альпакой и мериносом вот так он смотрится в полотне девочки вы его брали на лана и описание и на описание марина беркутовой сейчас новый джемпирог вышел не помню как называться ну в общем эта пряжа идеально подходит так вот эта позиция так со скидочка вот тут у нас целая корзина с оценкой так дальше вот эта пряжа от лора пиана тоже она сейчас хорошей скидкой 28 процентов это альпака с мериносом красивый такой персиковый оттенок и такой неоновый канарейка такой как зеленцой интересный оттенок вот это связано на машине образцы мы подбирали плотности как мне кажется мы так вот этот более удачно по плотности вот а вот это ли она связала спицами образец в 3 или в 4 ниточки честно вру наверно в 4 до это в 4 сложения связан образец по-моему на четыре с половиной мы вязали можно в 3 нити тоже хороший вариант для так как состав полностью натуральный она хорошо будет блокироваться поэтому если вы вяжете шали платки и палантины вам такой состав для ажуров отлично подойдет пришла на красиво заблокируется и будет держать эту форму будет смотреться рисунок на нем хлопка с пайетками нет так дальше вот такой еще нежный нежный красивый цвет он знаете на что он похож на лысось то что называют лососевым оттенком вот этот цвет мне очень похож по составу здесь просто фантастическая фантастика я хочу посмотреть нет здесь нет это биоджоли модеста вот фокусируется таби спешил называется здесь собрались знаете когда лучше и меринос и кашемир и ангора смотрите он с таким вот пушочком очень мягкое полотно очень красивая вот вот в одном цвете осталось по моему вот это и еще одна бабиночка или что такое она очень легкая вот образец буквально невесомый вот я его ну даже не ощущаю только тепло от него ручкам дальше такой толстый очень толстый шнурочек эльдорадо мне кажется он тоже в разделе сейл надо посмотреть просто меняли этикетки очень толстый шнурочек он под спицы от 7 миллиметров и выше даже на семерке мне кажется плотноват его можно на 8 9 наверно даже вязать фактурный красивый холодный оттенок бежевого здесь камал и шелк с вискозой поэтому плотно такое тяжеленькое струящаяся но красивая чувствительная кожа будет немножечко покалывать дальше вот эта пряжа это производство перу здесь тоже потрясающий состав здесь suri baby альпака это один из считается одна из лучших пород baby альпаки и baby yak такой коричневый шоколадный оттенок я все собираюсь связать ее в несколько сложений спицами попробовать мы тогда попробовали вот на машине в одну ниточку полотно гладкая и с таким вот с пухом вот и есть более короткий пух это скорее всего baby yak и более длинный это альпака вот вот эта пряжа это мой фаворит еще она приехала просто к нам в конце лета ну и накануне зимы конечно все смотрели больше зимние составы а вот эта пряжа вот она на сейчас на демисезон она то что нужно и мне кажется что она даже на лето отлично подойдет артикул называется джек смотрите какой состав здесь хлопок немножечко яка и полиамид вот это небольшое содержание яка ну не могу сказать что она добавляет тепла она добавляет невероятной мягкости такой едва едва заметный пушочек и полотно такое посмотрите какое на мягкое мягкое те как она и в крючке насколько крючок дает более плотное такое более структурное полотно и даже в крючке она смотрите какая мягкая очень приятная пряжа вот кто в гости приходит к нам когда трогают полотно сразу влюбляется потому что она приятная и оттенки смотрите какой красивый благородная полын вот такой вот чили перец как паприка смотрится он более яркий на камеру живой он более приглушенный оттенок вот такой более свежий это такая мята более холодный более свежий оттенок есть вот такой более теплый лавандовый оттенок и вот такой более холодный наоборот вот этот сиреневый вот этот более холодный лавандовый оттенок в нем больше серого присутствует этот теплый оттенок и вот такой яркий яркий алый Вот пряжа мягкая И вот мне кажется Кто-то из девочек Кто-то из Одессы Кто же у нас вязал Очень красивый палантин Ажурный В одну или в две нити Не помню Как он круто смотрелся Даже до стирки Девочки если вы довязали Покажите обязательно Потому что он потрясающе Я влюбилась в полотно Очень красиво смотрелась Образцы в одну ниточку связаны И этот И спицами образец И крючком связаны В одну ниточку Образцы тут в принципе Метраж 400 метров Он позволяет вязать в одну нить Вот это я вязала на 4,5 Дальше Значит что у меня здесь за спиной У меня здесь за спиной Вот такая демисезонная смесовка Видела кто-то спрашивал про пледы Вот этот вот кэшфайф Отлично подойдет для пледов Смотрите какое полотно Вот это на 4,5 Я вязала Вот Он струящийся Он очень неприхотлив в уходе Вот Вяжется легко Смотрится хорошо По цветам Вот такой коралловый Розовый Лаванда И вот такой теплый бежевый Остался Такой как темный беж Как кофе со сгущенкой Ну в общем-то да Подходит Вот А есть стопроцентный Толстенький акрил В трех цветах Вот этот такой горчично-зеленый Терракот И вот такой серо-голубой Тоже он для интерьерных пледов В принципе вполне подходит Он очень толстенький И по стоимости он по-моему 35 гривен Попробую Если оно так Нет, так оно не увеличивает В режиме онлайн Вот так вам покажу Вот Дальше Вот здесь на верхней полке Стоят Джилонги Нью Джилонги Супер Джилонги Я вам так вот издалека покажу Они есть в профиле у нас Вот Там лучше переданы цвета Потому что сейчас они искажаются Вот такая пряжа И вот сейчас вам поближе покажу Образец Это Нью Джилонг Он менее пушистый Чем Супер Джилонг Потому что Во-первых Он двуниточный крутки И он более Более гладкий Он не такой Вот как Супер Джилонг Он именно шершавый Такой вот Хорошо разбухает Хорошо раскрывается Этот немножечко не такой Но он стабильнее по форме И он чуть меньше пилингуется Чем Супер Джилонг Потому что все картные пряжи Они подвержены Достаточно сильному пилингованию Потому что Волокно открытое Оно не полированное Такая открытая себе Ровничка Поэтому конечно Это обуславливает Накладывает свои Отпечатки Скажем так Так Здесь у нас Мериносы Все мериносы В профиле Есть по тегу Мануфактура Меринос Только вы когда Открываете тег Мануфактура Английскими буквами Меринос Русскими буквами Открываете вкладку Недавние Потому что Иначе она будет Подтягивать разные По популярности Публикации Поэтому открываете Вкладку Недавние Там есть весь меринос Все что отмечено Красными крестиками Это уже проданные Позиции Остальные позиции Есть Вот Есть Остался у нас До сих пор Белый и молочный Меринос Сейчас они Примерно одинаково Выглядят Но это из-за освещения Есть Леонора Она более белая И Виктория Вот Леонора Сейчас я найду Вот смотрите Вот Леонора Есть цвет Off-White То есть он Белый Ниточка Сейчас Прошу прощения Он не может Сфокусироваться Нормально Вот Вот этот Оттенок Off-White А Виктория Молочная У нее Оттенок Называется Сейчас Classic White То есть он Не отбеленый Он тоже белый Но просто Не отбелка Он хорошо Подойдет Под окрашивание Девочки Кто окрашивают Пряжу Вот берут Вот этот оттенок Ну и в принципе И этот берут Дальше у нас Почему мы иногда Отказываемся Ставить брони Потому что Вот потом Случаются Такие ситуации Когда вот Осталась Одна бобиночка Такой цвет Приглушенный Тиффани Ее у нас 444 грамма Это Casual 2400 метров Красивый Благородный Оттенок То есть Полноценное Изделие Его Здесь есть Вот Здесь у нас Зеленый Вот этот цвет Он вообще Не передается Он не синий Он именно Насыщенный Такой красивый Изумрудный Вот эти оттенки Они все есть В профиле Там они Вот хорошо Передались Поэтому Сейчас буквально Обзорно Вот Такой вот Горчичка Горчично Фисташковый Вот такая Горчичка Вот этот Тиффенок Нефритовый Тоже вживую Очень красивый Вот этот Малахит Вот буквально Одна бобиночка Тоже он в профиле Хорошо передался Здесь Вес не написан Там очень Красивый Меланж В профиле Хорошее Фото Посмотрите Тут Не знаю По ощущениям Где-то Грамм 250 Наверное Дальше Здесь тоже Ну Красные Даже не знаю Если смогли Показывать Они вообще Не передаются Вот эта Фуксия Буквально Вот похоже Более или менее На себя Вот этот Цвет Амика Это потрясающий Ягодный Меринос Такой Ягодно-красный Оттенок Меринос Сам по себе Очень мягкий Он очень хорошо Скручен Он Офигенно Просто Простите За это Сленговое Слово Но он Обалденно Держит резинку Видите Вот сама Ниточка Из закрутки Вот она Даже как бы Сама по себе Пружинит Очень хорошо Скручен Меринос И оттенок Невероятно Красивый Такой Вот он И не красный И не ягодный В общем Сложный И для передачи И для описания Цвета Такая Софьела Есть Приглушено Бордового Цвета Кто знает Фабрику Софьел Вы знаете Что у Софьела Вообще волшебные Просто мериносы Вот Здесь Красивые Тоже мериносы Вот это На самом деле Коралловые Оттенки Вот эти два Они Видите В оранжевые Уходят на камеру Вот этот Более Такой Розовый В нем Есть оранжевый Патон Но не настолько Сильный Вот такой Еще Дальше Дальше Здесь Вот это Вот античная Роза Еще до сих пор У нас Есть Ее было Много Достаточно В этот раз Что Вот И она Полторы тысячи метров Кэшвел Тоже Вот Вот такой Красивый Бругун Есть Темный В общем По мериносам Опять же Скажу Все 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 Вот Вот Этот Очень Красивая Темная Марсала Такой Насыщенный Красивый Тон В принципе Достаточно Неплохо Передается Кто Искал Марсалу Это то Что Нужно И кстати Осталась Вот такая Маленькая Бобинка Это Кэшвел Это Идеальный Подмод Под Баклажановый Оттенок Биаджоли Модеста Ангоры Вот Я себе Взяла Такой Вот Буду Вязать Скорее всего Вестерию Танину Вот Из Ангоры И Вот Этого Вот Хорошо Сочетаются Между Собой Вот Джинсовые Оттенки Яркие Такие Более Электрики Сыщенные Голубые В общем Да Вот Кто-то Спрашивал Про Ржавчину Цвет Вот Такой Есть Ржавчина С меланжиком Но Он 2400 Метров Это Кэшвел Хороший Очень Меринос Вот Такой Тоже Есть В профиле Этот Оттенок Дальше Из Толстеньких Мериносов Остался Вот Такой Майфил Шоколадный Это Хороший От Баруф Меринос Отлично Пружинящий Вот Есть Вот Такая Бобинка Толстого Хармони Ну Толстого Относительно 450 метров На 100 грамм Такой Бледный Бежевый Песочный Оттенок Вот Есть Кстати Вот Такой Хороший Кэшвел Смотрите Он Такой Светлый Бежево Серый С легким Меланжиком Такой Красивый Светлый Цвет Я даже Не знаю Почему Он до сих пор У нас Цвет Благороднейший На самом деле Он в полотне Будет смотреться Безумно Круто И вот Такая Альба Зеленая Хаки Меланж Так По Мериносам В двух словах Все А Вот Такой Еще Бобиночка Смотрите Какой Сложный Серый Оттенок Серый В который Подмешали Беж И еще Что Смотрите Какой Одна Бобиночка Сейчас покажу Вот так вот Вот так вот 412-58 У него Артику Вот Немножечко Желтка Немножечко Горчички Совсем Осталось В общем Здесь Все что Здесь стоит Вот это Вот здесь Это полушерсть Вся полушерсть Тоже есть Уже в профиле Буквально Вся Мы потратили Много времени Для того Чтобы Всю буквально Она хотя Есть на сайте Но мы выложили Еще в профиль Она вся По тегу Мануфактура Полушерсть Это буквально Вот последняя Публикация За несколько дней Это все Она Есть более Светлые оттенки Более пастельные Более темные Насыщенные В общем Более яркие Полушерсть Хороша Вот для сейчас Для демисезонных Костюмов Вот смотрите У нас тут Модель Есть Вот И вот это Из полушерсти Вязали девочки Брюки Я вам сейчас Не скажу Количество сложений Наверное Четыре Вот Это полушерсть Амани Смотрите Она с таким Жемчужным блеском Тоже есть она В профиле Вот По расходу Такое вот сейчас Вот так Навскидку Не подскажу Но это вот На сейчас На демисезон На костюмы Прогулочные На кардиганы На джемперы Для тех Кто не любит Заморачиваться С уходом Кто любит Закинуть машиночку То в принципе Это отличный вариант И кстати На девушке Тут шапочка Я переключаюсь Немножко Это наша Ангора Беджоли Модеста Из регулярной Коллекции И к ней Подмешано Две ниточки Норки Шапка Очень объемная Сейчас попробую На себя натянуть Показать вам Как это смотрится Сейчас Прошу прощения Не очень удобно Одной рукой Это делать Конечно Сейчас В общем Вот так Это смотрится Шапочка Очень свободная Но стояла Такая задача Связать Очень свободную Шапку И чтобы вы понимали На эту большую Большую шапку Видите Здесь очень широкий Отворот Ушло всего 116 грамм Из них Значит По моему 86 Или 84 Это норка Я в две ниточки Норку вязала И остальное Это ангора Ангора Ушло там По моему Грамм 30 Или 30 С чем-то Вот сейчас Не скажу вам точно Но я обязательно Когда ее Сфотографируем В профиль Я вам ее покажу Шапка легкая Она специально Вот я же говорю Делала свободная Для того чтобы Она не сминала волосы То есть видите Если Ну Вязать на меньший Размер Расход Будет более маленький А так Она Такой Свисающей макушкой Ну Покращено Очень классная Так Дальше Продолжим Нашу Сейчас мы Оденем Девушку Так Ну В общем Да Так вот Дальше Вот эти позиции Тоже Это то что Есть в разделе Сейл У нас на сайте Это такая Смесовка бренда Она Хороша Для Жакетов Пальто Она хорошо Держит форму И она Очень хорошо В крючке Смотрится Смотрите Какое Полотно Получается Как Тканное Как твидовое Такое Полотно Она Сейчас По скидке Хорошей Вот столько Ее стоимость Показывают Цвета Вот еще Вот Вот И вот И вот Так Значит Она Со скидкой Сейчас Еще Стопроцентная Шерсть Это Стопроцентная Овечья Шерсть Шетландская Она Сухенькая Она Колюченькая Это Настоящая Такая Суровая Шерсть Вот Но У нас Очень многие Любят Такую пряжу Поэтому Как оказалось Вот Она Сейчас С потрясающей Скидкой Вот Вся Есть На сайте Обзорно Покажу По цветам Такой Синий Темный Джинсовый Такой Шоколадный Темный Вот Такой Есть Грейс Ток Тоже Меланжик Вот Такой Тут Серый Коричневый Несколько Оттенков Такой Есть Пестренький Красивый Леонардо Он Помягче Остальных Вот Такой Темный Серый Графитовый Вот Такой Есть Знаете Как Букет Он Называется Мне Напоминает Осеннюю Такую Сухую Сухую Лук Сухую Траву Вот Такой Вот Такой Фисташковый Дальше Вот Эта Пряжа Это Альпака Она Продается Без Размота Целыми Бобиночками И На нее Скидка Действует 35% Она Выходит По 46 гривен За 100 грамм Тоже Есть все Цвета Профиля Мы Обновляем Наличие Бобинок Нам Привозятся Склады Мы Обновляем Их Вес Значит По цвету Есть Вот Такой Голубой С Серый Меланж Вот Такой Бежевый Есть С Такими Сероголубыми Прожилками Сейчас Она Не Передается На фото Лучше Передалось Вот Такой Одна Бобиночка Бледно-зеленого Здесь У нас Сколько То Там 328 Грамм И Это Последняя Бобинка В этом Цвете Вот Такая Есть Горчичка Они В основном Где-то 890 900 Грамм 950 Вот Это Очень Интересный Оттенок Такой Полыневый Зеленый С Розовыми Прожилками Они Бледно-розового Оттенка Вот Вот Она В полотне Камера К сожалению Съедает Этот Розовый Оттенок Я вам Не могу Его Передать Как я Не Старалась И Вот Такое Мулине Есть Еще Бордо С Таким Сине-фиолетовым Очень Многие Девочки Уже Получили Свою Пряжу Да Заказывают Еще Потому Что Она Очень Хорошая То Ну Вот Она Вот Такая Для Чувствительной Кожи Будет Покалывать Но Пряжа Вообще Хороша Для тех Кто любит Альпаку Вам Она Обязательно Понравится Так Здесь Ай Ценчик Ценчик В общем Не важно Ой Она Заканчивается Эфир Наверное Будем Переподключаться Я конечно Попробую Все Сохранить В первую Очередь Дальше Здесь Альпака С Кашемиром Тоже На нее Сейчас Большая Скидка Показываю Вам Цвета И тоже Она Есть В разделе Сейл На сайте Вот Девочки Сейчас Завершу Этот Эфир Сохраню Его И Попробую Переподключиться К вам Убей Попробую Убей Убей Убей